Custom Icons или свой набор шрифтовых иконок в Elementor Pro. Меня зовут Федор Васильев, давайте поговорим об этом в этом видео, что это такое, чем это может быть интересно для вас и почему это может быть важным. О каких иконках идет речь? То есть в данный момент я сейчас вам показываю, вот вы видите, звезда такая иконочка, это плагин Icon, то есть вот он плагин иконки. Если я зайду в настройки, если вы смотрели мои бесплатные уроки мини-сериал про Elementor, я затрагивал этот плагин. Здесь есть возможность загрузить SVG иконки, то есть свои собственные, и библиотека иконок от FonEverson, шрифтовые иконки. Этот набор достаточно большой, но вы можете составить свой набор, загрузив вот нажать на эту кнопку и загрузить свой набор. Сейчас я покажу, откуда он загружается и как это вообще делается. На самом деле, вот если мы будем использовать иконки именно FonEverson, это как бы и просто, и с одной стороны, я несколько раз замечал, если мы сайт будем прогонять через Google PageSpeed, это анализатор скорости загрузки страниц, практически он всегда ругается на все сторонние ресурсы. Это Google карты, иконки, шрифты, опять же шрифты, если тянутся откуда-то от Google, то есть не загружены напрямую на сайт, а именно тянутся. Там счетчики, лайфчаты, на все это всегда ругается система, потому что сторонний код нельзя закешировать, оптимизировать и так далее. Если вы не поленитесь, составите свой набор иконок и загрузите непосредственно на свой сайт, вы чуточку выиграете в плане скорости загрузки страницы. То есть не будете вообще использовать иконки шрифтовые, либо будете использовать свои SVG уникальные какие-то картинки, иконки, либо, если нужны вот такие иконочки готовые, то загрузить их непосредственно сюда. В Alimentra Pro есть такая возможность, давайте посмотрим, как это выглядит. То есть после того, как вы загрузите свои иконки, они у вас будут удобно отображаться вот здесь в списке, ваш набор. Причем эти наборы могут быть по категориям не ограничены, разные наборы с вашими названиями категорий иконок, и вы можете быстро вот так же вот определяться по своим наборам, переходя из какого набора вам нужно получить ту или иную иконку. Сначала, где взять эти иконки? Есть несколько вариантов, например, икомун, и вот этот вариант. Есть еще один третий вариант, но вот этот вариант, вот этот сайт, который предоставляет скачать иконки нужные сразу в zip-архив на свой компьютер, а потом впоследствии загрузить к себе на сайт, этот сервис как раз таки это и предлагает бесплатно. Ссылочку на данный сервис я оставлю в описании под этим видео. Но прежде здесь нужно пройти такую небольшую регистрацию, то есть ввести здесь email и пароль, то есть придумать пароль и придумать email. Я вписываю свой email, вписываю пароль и нажимаю создать свой icon font. Вы должны попасть вот на такую страницу, вам достаточно после авторизации регистрации выбрать, просто кликнув по иконке, у вас вот здесь они будут отображаться, количество вот здесь. Какие вам нужны? Они, конечно, те же самые иконки, также могут выглядеть как уже у нас есть в Elementor, но разница в том, что они будут загружены непосредственно на сайт, как я говорил несколько минут ранее, то есть преимущество этого. Причем вы можете с разных вот этих категорий, например, вам понравилась вот эта картинка, вы по ней просто кликаете, из другого, видите, они разбиты тоже по категориям, например, еще какую-то, еще какую-то там, в общем все те, и помните о том, что вы можете тоже по категориям их разбить, если вы хотите много иконок. Например, вот эти иконки я взял, видим, что у нас здесь шесть иконок, нажимаете сюда опубликовать, вот они, эти иконки, которые я только что выбрал, и вот кнопка скачать шесть иконок, просто скачиваем их на компьютер. Выбираем папку на компьютере, куда нужно их скачать, вот вы видите, помечается он дефолтным названием, видно, что это zip-архив, то есть уже сразу это в архиве, нажимаем сохранить, видим, что архив у меня скачался, идем на сайт, если вы находитесь на этой странице, то можно загрузить их прямо отсюда, то есть нажать вот здесь вот загрузить, и вас перенесет на страницу, где вы можете добавить иконки, или же мы выходим отсюда, в консоль, переходим, элементар, и вот здесь вот custom icon, видим пункт, заходим сюда, нажимаем здесь add new, название категории ваших иконок, ну, я назову просто тестом, названием первое, и вот здесь вот нам нужно загрузить, кликнем на эту кнопку с компьютера, архив с иконками, выбираю архив, открыть, идет загрузка, и без каких-либо проблем все загружается, вы это видите, вот они, все эти гонки, которые я только что выбрал, сразу здесь показано, что это шесть иконок, и мы можем, если что, удалить вот remove, нажимаем обновить, теперь здесь у нас будет такая категория, если мы с вами перейдем отсюда custom icon, вы видите в таком вот виде, да, шесть иконок, то есть прямо отсюда даже это видно, и вот здесь могут быть много-много разных ваших категорий иконок, теперь как это выглядит в режиме создания страницы, мы с вами переходим все страницы, перехожу в свою страницу, редактировать в элементар, например, хочу добавить иконку, захожу, кликаю вот сюда, и вот, вот здесь вы можете видеть первое, вы видите, я только что вместе с вами создал, вот здесь будет первое, кликайте первое, и вот они шесть иконок, давайте попробуем вставить какую-нибудь иконочку, выделяем, insert, видим здесь иконку, и причем вы можете манипулировать этой иконкой и размером, и цветом, то есть выбрав иконку, вы переходите в стиль, также можно ее и выровнять по левому, по центру, по правому краю, в стилях можете задать другой цвет, вот вы видите, она оранжевая, задать ей тот размер, вы видите, увеличить тот, который нужный, при наведении сделать ей какой-то другой цвет, то есть при наведении она меняет цвет, в общем, все те же манипуляции можно производить и с иконками, которые у вас загружены непосредственно на сайт, на этом данное видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok